Всем привет! Сегодня 2 мая в Московской области. Нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю высокорослые томаты. И, наконец-таки, я сегодня их буду высаживать. В прошлом году, по-моему, высаживала 27-28 апреля. Причем и томатную засадила теплицу, и перечно-огуречную. Но в этом году очень холодная поздняя весна. Буквально два дня назад были заморозки, минус два. Но я здесь накрывала укровным, плюс у меня обогревашка стояла, поэтому с рассада все в порядке. Но ждать уже нет возможности. Нужно эту теплицу засадить и ту перечно-огуречную. Еще у меня цветник, который тоже нужно засаживать. Я посмотрела прогноз. Вроде бы заморозка больше не планируется. Там будет около нуля-два дня. Но это уже ничего страшного. Всю эту рассаду томатную я выносила 10 апреля. Она у меня закаленная, коренастая, не переросшая. Вот такая рассада. Я думаю, что она замечательная. Это все высокорослые сорта. Я их даже практически заглублять не буду. Буду убирать только семидольные листики и все. А так как есть в пакетах, так и буду высаживать. Земля чуть в пакетах суховата. Я поливала дня три назад. Не стала перед сейчас высадкой поливать. Буду проливать просто посадочную лунку и все. Я отсюда все убрала. Все мешки, которые были у меня, закрыта земля. Вот хочу сказать, что закрыта земля. И она, видите, такая чуть влажновата. Она не сухая. Не как порох. Вот, если туда еще копнуть, она прям влажная. Это просто потому, что она была у меня накрыта мешками. Или укрытым черным я закрываю, чтобы земля не пересыхала. Поэтому перед высадкой я теплицу не проливаю водой. Будет достаточно воды в посадочную ямку и все. Также, видите, в мягкие контейнеры я уже высадила томаты. Это среднерослые три контейнера. Решила, что мне этого хватит. Перцы острые тоже у меня здесь в контейнерах. Пока на грядке. Я потом их сюда в проход аккуратно поставлю. И они мешаться не будут. Расставила уже томаты. В общем, знаете, самое, что тяжелое при высадке. Я думаю, у каждого так. Это подготовка. Это все убрать. Все эти укровные, ворох просто. Подготовить томаты. Расставить их как надо. Потому что я расставляю по номерам. Чтобы они у меня все кучка росли. Вот, допустим, у меня здесь номер один. Четыре штуки. Вот я их рядом и выставляю. Я их не раскидываю по всем грядкам. Группами буду высаживать. Ну, так каждый год делаю. Здесь пока стоит все. Тоже расставлю. Когда эти уперу в проходы контейнеры. Стены, как видите, у меня закрыты укромным материалом. Это спонбонд номер 17. Я так делаю каждый год. Он защищает и от похолодания. Прикрывает и от яркого солнышка. Днем иногда припекает солнышко. Очень ярко. Защищает, чтобы не погорела рассада. Ну, и как-то вот держит холод. Также и закрыт, как видите, здесь проход. Тоже укромным материалом. Материалы я снимаю, когда уже помидоры довольно-таки высокие. Чтобы побольше было солнца. А на стадии вот маленькой рассады у меня висит укромной. То же самое я делаю и из той теплицы перечной, огуречной. Ну, кто смотрит видео, знает, я так делаю каждый год. Так, ну что, подготовила я, что буду класть в лунку. Значит, это, конечно же, зола. Это зола березовая. Сама ее делала, так сказать. Это домашний биогумус мой. Вот он. Биогумуса у меня не столь много осталось. Это пока и все. На томаты хватит, на перцы с огурцами уже не хватит. Придется докупать. Дальше у меня здесь сапропель. Вот такой суперконцентрат. Он идет в таких гранулах, можно так сказать. Я его не размачиваю, а вот по 4, по 3 штуки. Ну, на помидоры я 4 кладу. В каждую лунку буду ложить по 4 гранулы сапропеля. Я так в прошлом году делала, мне понравилось. Здесь триходерма я буду вериде проливать. Разбавляю здесь на ведро воды 1-2 чайные ложки неполные. Перемешиваю и проливаю посадочным местом. Здесь у меня фитоспорин, если триходерма закончится. Вот, в принципе, все, что я буду добавлять в лунку. Земля у меня здесь подготовленная с осени. Как видите, она шикарного качества. Вообще у меня суглина. Почва очень тяжелая. Ну, так как я грядки делаю, как бы создаю вот эту почвосмесь. Здесь и конский навоз, здесь и пролито с осени все бактериями. Заложена органика, поэтому земля у меня хорошая. Вот, если копнуть, смотрите, она легкая, отличная. Если не делать почвосмесь в грядках, земля никакая. Просто здесь лопата не прокопаешь. Ну, в принципе, подготовка все. Теперь самое главное сейчас высадить, но этот процесс пойдет побыстрее. И на пару кустиков я покажу, как я высаживаю рассаду. Томаты я высаживаю каждый год по одному и тому же принципу. Особо ничего нового. Пол банки залы высыпаю. Пол литровые банки. Дальше перемешиваю чуть-чуть с грунтом. Затем, так как у меня биогумуса не столь много, я буду класть всего лишь по 2 горсти в каждую лунку. Тоже слегка перемешала. И по 4 штуки сапропеля. Где 5 упадет, пускай будет. Вот она рассада. Хорошенькая рассада, коренастая. Уже такая темно-зеленого цвета. Я уже сказала, что я не проливала, потому что уже некогда. Нужно быстро высадить. Вот такая корневая система. Убираю семидольные листики аккуратно и высаживаю томат. А, устанавливаю, ешь еще воды. Палитру воды выливаю. Здесь разбавленная триходерма. И засыпаю лунку. Как видите, земля чуть влажная. Сама по себе влажная. Придавливаю возле стебля. Слегка уплотняю. Все. Помидор высажен. Точно так же с этой. Поливаю. Это у меня номер 19. Так. Главное, что корни хорошие. Смотрите. Ну, отличного качества рассада. Я думаю, она приживется быстро. Тем более, они в рост быстро пойдут. Потому что я их не углубляю и не вижу смысла. Они быстрее пойдут в рост. Корневая хорошая. Вот эти листы, которые сейчас слегка лежат на земле, я их сразу не убираю. Потом оборву. Пока рассада маленькая, пускай будет, уже приживется. Уберу эти листья. Они не нужны на земле. Все. И вот таким образом я буду высаживать. Расстояние здесь между ряде, здесь сантиметров, наверное, 35. А между вот уже в линии у меня расстояние, но не меньше 30 сантиметров. Я под линейку не мерю, где 30, где 35 будет сантиметров. Как посажу. Все, буду продолжать работать. И уже потом подключусь, когда все высажу, покажу. Ну вот и все. Рассаду томатов я высадила. Я сразу не мульчирую. В качестве мульчи использую здесь толстый слой соломы. Но делать я это буду через пару недель, пускай земля еще погреется. И я сразу не подвязываю, потому что вдруг резкое похолодание, чтобы у меня была возможность вбить вот такие колышки и накрыть укровной материал. Поэтому колышки укровной материал положила поблизости на всякий случай. Первый такой серьезный полив у меня будет через дня 4, дней 5. Поливать я буду, сейчас покажу, водой, в которой буду растворять вот такой гуматкалия. Вот. У меня здесь такой же еще конский навоз. Это фитовспорин стоит. Все в теплице здесь находится. Так, что еще хотела сказать. Пролила гуматом калия как раз вот этим, которым я вам сейчас показала. Это мягкие контейнеры. И томаты пролила хорошо. И перцы. Они у меня здесь в проходе будут стоять. Сейчас температура будет постоянная, плюсовая. Я буду выносить эти контейнеры. Они, конечно, здесь не будут стоять. Хорошо уже они приросли. Так, в теплице у меня замульчировано все проходы. Это еловый опад. У меня и та теплица маленькая тоже замульчирована. Так же делаю я, по-моему, это уже 2 года. Мне очень нравится. Подсыпаю каждый год, потому что съедает земля вот эти иголочки буквально за 1 сезон. Как видите, стоит на всякий случай обогреватель. Пускай будет. Но я надеюсь, что минуса хотя бы не будет. А просто, когда будет похолодание там 1-0, у меня теплица выдерживается. Выдерживает, потому что теплица стеклянная, хорошая, непродуваемая, герметичная. Она сама по себе теплая. Поэтому я вот даже, когда 1 градус там, я не накрываю кровным. Не накрывала. Просто обогреватель я ставлю, выставляю температуру. Ну и так работает. Здесь у меня в остатке томаты. Это еще не все. Маленькую еще отнесла. Это на всякий случай. Вдруг какая-то рассада тихо уйдет с этой грядки. У меня будет возможность, конечно, подсадить. Это на резерв обязательно нужно оставлять. Сегодня солнечно. С переменными такими, потому что тучки. Солнце то выходит, то заходит. Нормальная погода для высадки. Но все равно жарковато. Когда солнышко выходит, прям пекло. Солнце заходит, холодно. Так морозит даже какой-то ощущается. Еще не сказала, конечно, это бочка. Я ставлю сюда каждый год 200-литровую. Мне сейчас подключит водопровод. И я ее заполню. Здесь будет вода. Точно такая же бочка стоит и в той теплице перечно-огуречной. Это чтобы колодезной водой холодной первое время маленькую рассаду не поливать, конечно. Я вот с бочки поливаю. Потому что она колодезная, прям леденючая вода. А уже когда рассада поднимется, я ее подвяжу, уже поливаю прям из колодца. Вот, в принципе, и все. Сегодня томатная теплица у меня готова. Я буду на днях высаживать перцы. С огурцами еще подумаю, потому что холодновато. Хотя у меня рассада уже хорошая. С двумя настоящими листьями. Вот я высаживаю ее с тремя, с четырьмя листиками. Ну, как раз, наверное, третий вырастет. Я буду высаживать огурцы. Хотя грядку для огурцов я уже подготовила. Все засыпала, то, что нужно. Ну, я надеюсь, что тепло и весна все-таки к нам придет когда-нибудь в этом году. Вот. Ну, в принципе, у меня на сегодня все. Хотела вам показать высадку высокорослых томатов в стеклянную теплицу. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok